Мы закрывались в гараже и курили травку в этом автомобиле Если поговорить о содержании на автомобиль Как вы знаете, в Toyota можно и ослиную мочу налить, и она поедет Интересный момент Друзья, всем привет! Снова Toyota, снова Camry, снова BUSH Обсирать легендарное качество, скажешь ты Нет, друзья, вот всех любителей компании Toyota Камри Дрочеров Я приглашаю к экрану, присаживайтесь, досмотрите видеоролик до конца Выслушайте просто мнение какого-то блондина Вот про этот автомобиль снято очень много видеороликов Ну все почему? Востребованная машина, большие продажи, надежная машина Кто у нас сегодня? Camry V40, 2006 года выпуска Первая, по сути, машинка для России 3,5 объем Выпускалась она непосредственно на японском заводе Какой у нее пробег сегодня? Ну официальный, 165 тысяч километров Неофициальный, да бог его знает Вот давайте детально поговорим про автомобиль Что он из себя представляет И стоит ли его покупать на вторичном рынке сегодня Поехали! Но прежде чем мы начнем, друзья, немножко каша Я не буду вам рассказывать о том, что я вот себе купил эту коробочку Нет, к нам пришел рекламодатель и говорит Друзья, вы там занимаетесь заездами, гоночки устраиваете У нас есть вот такие коробочки, которые увеличивают мощность автомобилей Суть заключается в том, что на этой коробочке скачана прошивка Непосредственно для Skoda Superb с двигателем 140 лошадиных сил турбодизель Соответственно, нам похожий человек нужен либо с похожим мотором Она ставится на разные автомобили Для чего? Мы сделаем заезд стоковый 0-100 Мы сделаем заезд с этой коробочкой И покажем в реале, как она работает Многие люди их сейчас тестируют, показывают В общем, будет честный, объективный видеоролик Если вы готовы и у вас есть желание Пишите, обо всем договоримся, спишемся Все контакты со мной в описании к этому видеоролику А сейчас переходим к самому интересному Данный автомобиль выпускался с 2006 по 2009 год Естественно, производство было только в Японии И хотите, я вас удивлю? Если верить сайту Drom То вот этот автомобиль в 2006 году в базовой версии стоил 790 тысяч рублей Топовая версия, как в нашем случае Lux 3.5 Стоила 1 миллион 90 тысяч рублей Это вот если окунуться назад, получается на 12 лет Ну круто на самом деле Мне тогда было 16 лет И вот такой же автомобиль, только в черном сочетании И с двигателем 2.4 купил отец моего друга Приезжая на выходные, он оставлял автомобиль в гараже Он 2 дня там стоял И мы приходили в гараж, садились Там было по 16, уже даже по 17 лет Я поступал в университет Мы закрывались в гараже И курили травку в этом автомобиле Шучу Ничего мы не курили Да, шучу, что мы курили И не курили, курили Ну потому что я пошутил И что меня тогда удивило Когда я присаживался на пассажирское сиденье А там было только мое место Ну понимаете прекрасно Машина отца друга, поэтому он за рулем Я садился с ней и говорил Блин, насколько же она комфортная Я прям помню, как сейчас эти сиденья Подголовники Что мы садимся в машину Вау И на тот момент автомобиль выглядел просто очень круто Мне было 17, по сути, лет Я всегда смотрел на нее и думал Блин, вот сейчас вот начну учиться Начну работать, заработаю денег И я прям очень сильно хотел именно этот кузов Вот посмотрите внимательно, пожалуйста, на него Да, сороков Хотя, что на него смотреть Вы все его прекрасно представляете Глаза закроете Уже будете видеть его примерно Очертания, интерьер И вот вдумайтесь в мысль Вот если бы в 2009 году Когда закончили выпускать этот автомобиль К нам приехала бы Toyota Camry текущая Которая V70 Которая сегодня как бы новая Но ведь многие из вас с ней видят Именно вот продолжение этого кузова Вот это реально было бы со стороны Toyota Просто такой шаг Это был бы просто-напросто разрыв Я не берусь судить Я не берусь учить там инженеров Маркетологов, дизайнеров Говорить то, что вы сделали стратегическую ошибку Машины проблемные на вторичке Почему? Тяжело найти хороший, живой вариант Перед записью этого видеоролика Посмотрел обзор от Стаса Асафьева И вот, что он про нее говорит Вот смотрите, когда к нам звонит человек Подбор и хочет саркет То у него примерно 650 тысяч рублей А лучше 600, само собой Машина нужна обязательно Без единого ДТП С пробегом не более 150 тысяч километров А лучше 100 тысяч километров В черном цвете Чтобы Вася Лак блестел Музыка играла, чтобы все было классно И обязательно Обязательная комплектация Р4 не меньше Потому что, ну что, я лох, что ли На тряпочке ездить И на самом деле-то Ситуация у нас на рынке Стоит такая, что Найти такой Камри Это все разряд Снов с сиреневыми единорогами И не более Такую Камри найти крайне сложно В текущей ситуации в рынке И то же самое было и с нашим владельцем До этого он долгое время катался на Авенсисе Пришло время поменять машину Он начал смотреть Работает очень много Ездит очень много За год он на этой машине Проехал 50 тысяч километров Хотя год закончится только в октябре Как он ее купил Так вот, что он смотрел? Естественно, запрыгнул на Автору На Авитоавто Начал искать автомобили Бюджет был прям вот все, как говорит Стас До 600 тысяч 650 максимум Но хотелось бы 600 Да еще даже лучше пониже чуть-чуть Поехал, покатался Везде На фотографиях машина выглядит вот так Приезжаешь, смотри Техническое состояние убитое Машина просто в хламы Он нашел данный автомобиль Вообще в автосалоне То есть стоит машина Приезжайте Ему сказали, что она первого владельца Что машина в идеальном состоянии Он приехал, взял прокатиться Да, действительно, машина очень хорошая Технически Она едет с ней Нет никаких проблем Нет никаких посторонних звуков Нет проблем с коробкой Но я, имея спонсор, автокод Забиваю номер автомобиля Что я получаю? Ну вот я вам сейчас вывожу этот отчет на экран Значит, машина участвовала 3 раза в ДТП У машины было 5 владельцев ПТС Первое ДТП произошло с автомобилем Была побита левая часть Через 10 месяцев происходит второе ДТП Была побита правая часть И через 5 лет Произошло легкое, скажем так, ДТП Где пострадала наша задница Там совсем незначительный ремонт Тем не менее машина ремонтировалась Вот сегодня я взял автомобиль с самого утра Мы покатались на машине Я вам скажу одно У меня здесь нарекания вызывает только рулевая рейка Покупая автомобиль Пробег у нее был 116 тысяч Как вы знаете Скрутить пробег здесь вообще не проблема То есть тут, по сути, один блок Который это записывает Если вы сегодня зайдете на авторуле Авито Авто Машины вот этого первого поколения В основном стартуют по цене от 600 тысяч рублей 600, 700, 800 Но факт в том, что пробеги у них реально бешеные Там будет 150 тысяч 200, 250 тысяч Искать автомобиль, у которого пробег будет до 100 тысяч Ну это дураком хочешь быть В идеале лучше сразу найти машину Которая пусть если участвовал в ДТП Вопрос в каком Одно дело машина была сплюснута очень сильно А другое дело вот как здесь, например Жопу помяли, двери помяли Но она заводится, она едет Она проблем никаких не вызывает Вот я вам что хочу сказать по техническому состоянию Пойдемте откроем капот Япония, да? За счет того, что автомобиль Непосредственно их сборки, вот, да? Ну родное по сути все Здесь капот, кстати, вроде как не менялся Не могу ошибаться Отчет оставлю в описании Значит двигатель 3,5 литра 277 лошадиных сил Крутящий момент 346 ньютон метров Работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Ну здесь самое стандартное Про что чаще всего говорят То, что с коробкой могут быть проблемы Она не выдерживает такой крутящий момент Да и собственно, кто берет автомобиль С V6 все, как правило, хотят погонять Тем более автомобиль 2006 года За 12 лет На нем 100% гоняли Делали это неоднократно Найти от дедушки От первого владельца Ну я считаю, что это нереально Какие проблемы были у владельца с этим автомобилем? Вот он ее купил Спустя там 1020 У него коробка перешла в аварийный режим Он естественно испугался Думал, ну все, ремонт А если ремонт Здесь это дело не дешевое 68, 100, 120 тысяч Вот такие цены могут быть Надо смотреть Опять же, можно найти контрактную коробку Забиваете просто-напросто Camry V40 Коробка Цена И вам вылетает предложение Начинаете смотреть Ну ему повезло Все обошлось просто заменой блока Который он купил За 4500 бушный Поменял Все, машина поехала дальше Никакого жора масла здесь нету И у этого двигателя В принципе это не встречается Максимум, что бывало здесь Это С системе VVTi Идет шланчик масляный И вот он сделан по такому принципу Что металл Резинка металл И вот эта резинка Естественно со временем Начинает стареть Изнашиваться И там может появляться Утечка масла Меняется запросто в сборе Уже на полностью железо Никаких проблем возникать не будет Также вам многие рассказывают О том, что были проблемы с помпой Дроссельная заслонка Тоже рекомендую чистить Раз в 50-70 тысяч В общем все проблемы Этого двигателя известны Но по факту Это твердая четверка Если за ним следить Регулярно менять масло Вообще ухаживать за автомобилем И до тебя это всегда делали Ну естественно проблем будет на минимум По ходовой части Вот он купил 50 тысяч он отъездил Никаких вопросов у него нет Он менял здесь только колодки Мы выехали специально На проселочную дорогу Проехали Ну действительно Тачка вот просто Неубиваемая получается что ли Подвеска Не знаю Возможно до него ее перетряхивали При всем при этом Оптика у нас идет ксеноновая Но ближний только свет Дальний Все так же здесь галогенка Противотуманочки галогеновые Обычная мордочка Но на тот момент 2006 год Вы сами помните Это было блин Реально интересная Симпатичная машина Такая солидная Серьезная На которой люди Передвигались Таким Деловым видом Он ее купил За 585 тысяч рублей Когда он приехал Ему предложили сделать Скидку 20 тысяч рублей Но вместо этой скидки Он выбрал колеса в сборе Диски родные Уже от времени От реагентов Были полностью облезшие Его это смущало Поставил родные 16 Клиренс у нас идет 160 миллиметров Подвеска независимая Спереди Сзади Амортизационная Стойка Типа Макферса И вот многие Отправляясь на поиски Этого автомобиля Естественно Хотят найти его В состоянии Идеальном Чтобы был Первый Либо второй Владелец Если вы отправляетесь На вторичный рынок Это стандартное явление Здесь вы уже не выбираете Под себя Какой-то автомобиль В нужном сочетании Здесь вы быстрее И скорее ищите Что-нибудь надежное И в нормальном состоянии Чтобы это была Не убитая машина Чтобы она была живая Чтобы вы ее могли купить Пусть в таком цвете Но в хорошем состоянии Чтобы вы знали Что первые 1100 Вы на ней запросто откатаете Интересный момент Если поговорить О содержании на автомобиль Человек занимается Производством Дротуарной плиткой Кстати Всем кому интересно Действительно Хорошая плитка Москва Московская область Ссылочку на него Оставлю в описании На сайт Можете посмотреть Много ездит Расход у него Смешанный 11-12 литров Заявленный расход Здесь примерно 14,9 Вообще производителем Самим для города Если топить в пул Носиться по городу Расход может прыгнуть И выше 20 литров Важно понимать В каком техническом Состоянии автомобиль Ты можешь и в смешанном Цикле кататься У тебя будет расход Пятнашку Каска на нее делать Смысла никакого нет Эти машины Непосредственно Первого поколения Уже никому не нужны Кузовщина на них Действительно дорогая Если брать оригинал Но кто будет На 12-летний автомобиль Покупать оригинал Все можно купить Аналоги дешевые Соответственно Покупать ее для того Чтобы раскидывать На разборки Ну не знаю Возможно единичные случаи Какие-то присутствуют ОСАГО Все как обычно Можно посчитать По лошадиным силам Транспортный налог Вот почему-то Встречаются люди Которые до сих пор Говорят Что в 2018 году Рассуждать про транспортный налог Нет никакого смысла Его же отменили Ничего тут не отменили Нигде Нужно платить Соответственно Вы тоже это все Можете посчитать По калькулятору У нас в России Этот автомобиль Считают бизнес-классом Вот некоторые Прям готовы С пены у рта Включая дилеров Говорить Это бизнес-класс Вот давайте Я присяду сам за собой Сидение я настроил Переднее под себя Я сажусь И в машине Действительно комфортно У нас топовая версия Поэтому наши сидения Не складываются То есть багажник У нас ограниченный На 504 литра У нас можно сделать Настройку Да Ровно сел Захотел развалиться Ну Типа развалился Подлокотник В котором Только подстаканники Ты присел в автомобиль Ножки вперед Закинул Музычку включил Тут у тебя Дефлекторы Воздух холодный Из кондиционера Либо теплые Из печки И попер Тачка реально комфортная Вот просто Посидеть даже Садишься Думаешь Ну блин Диван хороший Выходить из машины Удобно Цвет дерева Ну по сути Пластик Естественно Как бы Про это уже сотни песен Было спето Что какое-то Ненатуральное дерево В более простых версиях Там и вовсе Красное стоит Вот обратите внимание Да Вот человек купил 50 тысяч отъездил У него сзади дети сидят То есть вот там Пошарпано Да Но он ни разу машину не мыл То есть это говорит о том Что до этого Действительно Либо очень хорошую Химку сделали Либо действительно Владельцы Которые до этого Владели данным автомобилем Бережно относились к машине Бак у нас на 70 литров Вообще Сам производитель Говорит то Что заправлять машину Нужно 98 бензином Но естественно Многие льют 95 И никак от этого Не обламываются Потому что как вы знаете В Тойоту можно и ослиную мочу налить И она поедет 504 литра Рассказывать вам что-то Про багажник Нет никакого смысла Все вы это знаете Представляете Там лежит у нас запаска Убитая была жопа у нас Менялся бампер Менялись парктроники Ремонтировались Ну вот так вот Если знаешь Подойти Просто невооруженным взглядом Посмотреть Если начать придираться К зазорам К щелям К установке Можно заметить то Что машина действительно После ремонта Вот человек Который вообще похеру Вот он приехал за машиной Посмотрит по кругу Все нормально Вот Притерт и сесть Но это уже сделал сам владелец То есть Заезжал в гараж И ударил немного машину Обидно Досадно Но ладно Рабочий конь Я бы сказал Это не лошадка 3.5 Лошадкой назвать нельзя Конь Присаживаемся в автомобиль И уверен Многие из вас скажут Это что за шкура И когда я взял У владельца автомобиль То же самое Мы говорим Ты как вообще на ней ездишь Ты летом на ней ездил В 35 Сейчас там 25 На улице Жарко же Нифига И на самом деле Ты когда садишься На эту шкуру Гораздо комфортнее Чем нежели Ты сядешь на кожаный салон То обычно знаете Спина потеет Майка мокрая становится А здесь Ну реально комфортно Но свою атмосферу Это придает Шкурка Крестик Иконки Четочки на руле Друзья Я лично кайфую По полной программе Но я прям сел в машину Мне прям понравилось Это все очень сильно Многим из вас Я думаю Будет Ах Колхоз И так далее Факт 2018 год 2006 год Что мы имеем Мультимедиа Очень хорошая Музыка в автомобиле Вот включаешь диски Реально кайфуешь Музыка играет приятно Климат-контроль Подогревы сидений Интерьер по сути старый Но с другой стороны Вот Ты сюда телефон свой повесил Он тебе показывает Все необходимое Навигацию Почту электронную Ватсап Там я не знаю Ютюб можешь смотреть В пробках Ну вы сами прекрасно знаете В Тойоте Мультимедиа Она и по сегодняшний день Говно-говно Поэтому вот такое сочетание На мой взгляд Гораздо лучше Нежели чем здесь Была бы сейчас Какая-то Мультимедиа С навигацией Здесь что-то Рассказывать Сами прекрасно Понимаете Про это все Вы уже видели Здесь нужно кататься Потому что Этот автомобиль Покупать для того Чтобы много Передвигаться Или же Если ты Передвигаешься Мало 3.5 Ну для нас Простых людей Это гоночка Вот давайте Прокатимся И посмотрим Какие она эмоции Дарит оплаждение Заводится все С ключа Как говорится Пол оборота Пристегиваемся И я вам скажу Я кайфовал Я просто кайфовал Пока мы не начали снимать Машина действительно Дарит удовольствие Вот кто бы что Не говорил Даже я Про текущий Про новые Camry Это все говно Другое Вот это Сороковочка Это прям Действительно Самолет И приятный Автомобиль Для передвижения Передвигаясь По ровной дороге Вот мы сейчас едем Примерно 70 километров Обороты Полторы тысячи Нажмем сейчас в пол Вот она крутит Четыре тысячи Все поскакало Вот с четырех С пяти тысяч Она реально прям Начинает тянуть На трассе Запас мощности У автомобиля Тоже достойный Поэтому покататься На ней Погоняться Будет удовольствие Вам дарить машину Но не забывайте о том Что коробка Конечно слабенькая Если до вас ее меняли Чинили Ремонтировали Вам это будет Только в плюс Самое главное Знать что с ней делали Закрываем окошки Едем 70 Ровная дорога Ну естественно Машина не прям Вау Тихая Но комфортная Передвигаться по городу С музыкой Расскажи о том Как расстояние Колеса для красоты Не вижу никакого смысла Машина должна дарить Комфортное впечатление От вождения И вот 16 колеса В паре с нормальной Мягкой тихой резиной Это будут делать Безупречно Поэтому покупая автомобиль Не забывайте об этом Найти машину Тысячить за 650 С учетом того Что ты дополнительно Вложишь сам в нее Соточку Поменяешь все жидкости Перетряхнешь автомобиль Проверишь ее досконально Если что-то нужно Доремонтируешь Самое главное Естественно Не нарваться На дорогостоящий ремонт Коробка, двигатель Рулевая Все остальное Ты можешь это сделать Почистить машину Ты можешь ее полирнуть Можешь ее заново покрасить Можешь нанести Нано-керамику Чтоб машинка блестела Если ты живешь В небольшом городе Мало ездишь Эта машина Лет на 5 плюс Тебе запросто хватит Но зато ты получаешь Комфорт от вождения Ты получаешь Мощный двигатель То есть все Что тебе нужно Пожалуйста 7,4 разгон до сотни Вы знаете Есть автоблогер Миллениум Который устраивает Заезд на такой Camry И если мне не изменяет Память и информация То он разгонял автомобиль По RaceLogic Вообще и вовсе До первой сотни За 6,1 секунду Потенциал у автомобиля есть Кайфовать ты от него будешь Посадка удобная Но ты сел Все Вот реально сиденья Не знаю как так Но прям очень круто Если знаешь Так на дальняк откинуться Поехать Подлокотник широкий Большой выдвигается Ты действительно получаешь удовольствие Подвеска Мягкая Ты раз прыгнул И пошел Запас хода Нужно разогнаться Попер Она тянет То есть 110 уже Казалось бы Только на газ нажали Единственная заторможенность Это то что Она крутит Там примерно 4-5 тысяч Начинает Прямо так Нормально тянуть Самое тяжелое Здесь вообще Эту машину Найти на вторичке В нормальном состоянии Или хотя бы Даже в таком состоянии Чтобы ты понимал Что с ней нужно будет делать Отправляясь покупать Данный автомобиль Если вы не разбираетесь в машинах Друзья Не экономите деньги Наймите себе достойных Проверенных автоподборщиков Позовите там знакомых людей Там где вы Сервис какой-то Возле вашего дома есть Скажи там Ребят Посмотрите Изучите машину Подготовьтесь Поехали со мной Нужно найти Чтобы к ним же Загнать И у них же Доделать И после этого Ну вообще сказка Покажи дорогу 80 Газку Задержка Все Вот она пошла Тяга 100 110 120 130 140 Вот действительно Машина улетает Единственный дискомфорт Как раз вот на этой дороге Вызывает то что Видите Она так немного гуляет Колея Разбитость То есть у нас машинка Ходит Маленько Вот сейчас мы едем Дорога вся со стыками Разбитые участки есть Мы едем со скоростью 60 километров Подвеска идеально отрабатывает Ну действительно В машине комфортно Вот наш оператор Много уже машин она повидала На разных она поездила Также отмечает Что как только в машину сели Поехали Машина прям реально плывет Это ее были слова Хотя вы знаете Что работу подвески Как вообще Камбри Ведет себя на дороге Многие отмечают Именно этим словом Плывет Вот на этой тачке Ну у меня лично Нет желания гонять Я газку даю Только потому Что вот эта вот Камри 3.5 Камри 3.5 Вот она едет Это совсем там Другие ощущения Нежели чем 2.4 Ну вот так Если передвигаться По работе Там по телефону Ля-ля-ля-ля-та-па-ля Где кто Как Подъехал Купил ее На каждый день Если ты много ездишь И ляма оставил в кармане Вот сегодня покупать Новую машину 2 миллиона Нужно отдать А это вот 700 рублей отдал Соточку Ну две вложил Все в идеальном состоянии Не пусть Следует Продать Сможешь хорошо В общем машина Действительно Заслуживает Своих регалий Особенно Вот именно Этот 40 Кузов Новая Камри Говнище полное Вот если бы она вышла После нее В 2009 году Блин Тогда бы это был бы Космолет Есть желание Хотя бы По секундомеру Посмотреть Сколько нам поедет 0,100 Приборчика у меня нету Хотя давным-давно Пора бы им Уже обзавестись Покажи дорогу С горочки в горочку Суть не в этом Просто Штатный гражданский заезд Раз Два Три 80 90 100 7,8 С учетом Погрешности Ну в общем Вот результат Примерно такой Как вы знаете 7,8 По секундомеру Когда он показывает По спидометру 100 В реале Скорость примерно Сейчас была там 90-95 Но в любом случае Если правильно Сделать На ровном участке Я думаю В свой паспорт Она поедет Сегодня запросто Но разогнать Можно будет А выводы здесь Максимально просты Пытаться искать Тратить свое время Кататься на многочисленные Осмотры В поисках Идеального автомобиля Не стоит Стоит искать Автомобиль Который живой Который в хорошем состоянии Ну вы понимаете Найти От первого владельца Не битый Не крашенный С маленьким пробегом Это действительно Будет очень сложно Чего стоит бояться С этим автомобилем Первого поколения Да вся информация Есть в открытых источниках Тут по пальцам Все пересчитать Основное мы перечислили В процессе нашего видеоролика Друзья Пишите обязательно Ваше мнение Что вы думаете Но я уверен Многие из вас скажут Что сороковочка 3.5 Достойный вариант Для вторички На сегодняшний день Цена автомобиля От 600 тысяч рублей Обязательно подписывайтесь На наш канал Подписывайтесь на инстаграм Нашего канала Мы будем стараться Делать вещи До новых встреч Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok